Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Сравнительный анализ и перспективы изменения российского забастовочного законодательства». Ведет занятие кандидат медицинских наук Денис Борисович Дегтярев. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодняшнее наше занятие посвящено рассмотрению вопросов российского забастовочного законодательства, то есть тех разделов российских законов о труде, российского трудового законодательства, которые относятся к вопросу объявления организации проведения забастовки. Безусловно, этой темы мы уже касались неоднократно. То, что касается подготовки к забастовке, организации самой забастовки. Вы знаете, что в рамках Красного университета мы проводим круглый стол, посвященный вопросам организации забастовки. Постоянно эти вопросы рассматриваются на Российском комитете рабочих в тех или иных аспектах. И, безусловно, эта тема еще долгое-долгое время будет оставаться актуальной. И будет она оставаться актуальной не только потому, что сейчас мы видим минимальное количество забастовок, особенно зарегистрированных забастовок в течение года, что указывает, в общем-то, на сравнительно невысокую активность не только забастовочную, но и вообще рабочего движения. Но и в связи с тем, что забастовка является основным, как считают ряд авторов, и, по сути дела, единственным средством борьбы работников за свои интересы. И, кроме этого, конечно, забастовка для нас представляет особое значение, потому что организация забастовки невозможна без забастовочного комитета, без центра руководящего, который организует и руководит забастовкой. А забастовочный комитет, как мы знаем, забастовочные комитеты – это основа формирования советов. Ну, а о роли советов сегодня мы говорить не будем, но вы все прекрасно представляете, какое значение имеют советы для будущего России и всего мира. Итак, забастовка, как вы понимаете, как явление появилось задолго до того, как ему было дано определение. В рамках настоящей лекции мы будем рассматривать забастовку согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, статьи 398, который определяет забастовку как временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей полностью или частично в целях разрешения коллективного трудового спора. Такое определение рассматривает забастовку только как инструмент коллективных переговоров. Такое подобное определение близко к определению, которое дает трудовое законодательство Соединенных Штатов Америки, где забастовка определяется как согласованные действия с целью коллективных переговоров или другой взаимной помощи или защиты. Однако во многих странах, таких как Австрия, Финляндия, Германия, Венгрия, Израиль, Испания, законодатель не дает термина забастовка, не дает точного определения забастовки. И в этих странах во многом определение забастовки дается в ходе судебных заседаний по поводу тех или иных коллективных действий работников. Право граждан России на забастовку гарантирует Конституция Российской Федерации, принятое в 1993 году. Надо сказать, что в предыдущих Конституциях право на забастовку не фигурировало, так же как и не фигурировало оно в трудовых кодексах. Впервые понятие забастовки, определение забастовки появляется в законе СССР о порядке разрешения коллективных трудовых споров, конфликтов, который был принят в 1989 году. То есть до этого времени законодательной регламентации, четкой регламентации забастовок в Советском Союзе не было. И это не означает, что на самом деле забастовок не было, хотя считалось, что они вроде как не имеют почвы для возникновения, но тем не менее, хотя и в небольшом количестве, но забастовки были в течение всего периода существования советской власти. Здесь, безусловно, в первые годы советской власти было достаточно много забастовок. Забастовки были и в последующее время, в том числе забастовки были даже в период Великой Отечественной войны, ну и наиболее известные забастовки были уже в период политической контрреволюции. Это известная забастовка в Новочеркасске, которая сопровождалась также и народными волнениями и привела к расстрелу демонстрантов. После этого также в СССР проходили забастовки, но они не получили такого широкого освещения. И, конечно, всплеск забастовочной активности произошел в период перестройки, в период реставрации капитализма, что и потребовало законодательной регламентации забастовок, для того, чтобы эти забастовки не перешли в действия, которые угрожали существованию или, скажем так, возрождению капитализма, не привели к обратному эффекту. Но, собственно говоря, эта задача была достигнута, и забастовки законом от 1989 года были запрещены. Уже в этом законе было оговорено, что все забастовки могли быть связаны только с принятием коллективных соглашений и с разрешением коллективного трудового спора. Поэтому, соответственно, политические забастовки признавались незаконными и прекращались. Постепенно количество забастовок уменьшалось, но кардинальное уменьшение забастовок произошло после 2012 года, когда были внесены изменения в закон о профсоюзах, который ограничил возможность небольших по численности профсоюзов, которые не охватывают более половины численности работников предприятия, проводить коллективные переговоры в пользу своих, в интересах своих членов и, соответственно, закрепил невозможность организации забастовки этими профсоюзами. Надо сказать, что в 2012 году работодатели в лице своей ассоциации работодателей предприняли атаку в мировом масштабе на само забастовочное право. То есть, до 2012 года, по сути дела, с 1949 по 2012 год право работников на проведение забастовки не оспоривалось. Это считалось неотъемлемым правом работников, которое выдвигается в защиту права работников на объединение. В 2012 году была предпринята попытка оспорить со стороны ассоциации работодателей, что, естественно, встретило возражения и со стороны ассоциации работников, это все в рамках Международной организации труда, и со стороны экспертного совета этой организации. И надо сказать, что вот этот конфликт был приглушен, но полного разрешения правовых аспектов этого вопроса до сих пор не достигнуто. Хотя сейчас явность, скажем так, такой атаки с правовых позиций на право работников проводить забастовки не отмечается. Но мы видим, что, тем не менее, количество забастовок и в мире, и в России значительно уменьшилось. В России уменьшилось критически. Сейчас официально регистрируется от 1 до 5 официальных забастовок в год. То есть, это крайне небольшое количество. Еще некоторое количество проходит незарегистрированных забастовок и приостановок работы, связанных с невыплатой заработной платы. Собственно говоря, из всех коллективных действий в России сейчас как раз и преобладает приостановка работы в связи с невыплатой заработной платы, которую часто и безосновательно называют забастовками. Особенно в средствах массовой информации. Там провели забастовку в связи с невыплатой или задержкой выплаты заработной платы. Здесь провели забастовку. На самом деле, конечно, никакими забастовками это не является по российскому законодательству. Хотя в ряде стран остановка работы в связи с невыплатой заработной платы также рассматривается как забастовка. При этом эта забастовка может быть объявлена незаконной по той причине, что в ряде индустриально развитых стран незаконными произноются забастовки, которые могут быть урегулированы в судебном порядке. Вернее, конфликт, который может быть урегулирован в судебном порядке. Так называемая забастовка по поводу прав в России. Строгого разделения на забастовку по поводу прав и по поводу интересов не существует. Но, тем не менее, по сути определения и по тем законодательным актам, которые действуют в отношении забастовок, речь идет в основном о забастовках по поводу интересов. То есть, то, что касается интересов работников на коллективных переговорах. И, прежде всего, это их экономические интересы. Их экономические интересы. Надо сказать, что забастовочное движение, безусловно, прошло большую историю. И в разных странах развитие шло по-разному. Разная степень забастовочной активности. По-разному государство реагировало на забастовочную активность. Поэтому достаточно широкий спектр правовых норм и разных механизмов решения тех или иных проблем, связанных с забастовками, отмечается в разных странах. У нас, несмотря на то, что достаточно быстро было создано забастовочное законодательство, то есть, был принят закон в 1989 году о порядке разрешения коллективных трудовых споров и конфликтов. Данный закон действовал в Российской Федерации в редакции о 20 мая 1991 года вплоть до принятия федерального закона в 1995 году закона о порядке разрешения коллективных трудовых споров. А в 1993 году право на забастовку было закреплено в Конституции. В дальнейшем в Трудовом кодексе 2001 года было также закреплено право на забастовку и, по сути дела, в Трудовой кодекс перекочевали большинство положений из закона о порядке разрешения коллективных трудовых споров. То, что касается проведения коллективных трудовых споров и, в том числе, применения забастовки как средство разрешения коллективных трудовых споров. Основания для проведения забастовки четко рекламентированы самим Трудовым кодексом. Работники могут использовать свое право на проведение забастовки в том случае, если примирительные процедуры не помогли разрешить коллективный трудовой спор, работодатель отказывается выполнять соглашения, которые были достигнуты в ходе разрешения трудового спора, и работодатель не исполняет решения трудового арбитража. В этом случае коллектив через свой представительный орган может, имеет право объявить забастовку. Имеет право объявить забастовку. Но также Трудовой кодекс ограничивает право на забастовку. Устанавливается запрет на проведение забастовки в определенных отраслях и для определенных категорий работников. Забастовка может быть признана незаконной, если она объявлена с нарушением сроков проведения или не проведены все примирительные процедуры. Кроме того, что забастовка может быть признана незаконной, она может быть также приостановлена, например, в случае необеспечения минимума необходимых работ, согласно 412 статье Трудового кодекса. Ну и, наконец, забастовка может быть приостановлена также правительством Российской Федерации в условиях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно важных интересов страны и ее субъектов. Интересно, что забастовочное предпринимательство Российской Федерации является сравнительно глубоко разработанным. То есть, мы имеем, хотя и несовершенный, но вполне четко определенный алгоритм объявление забастовки. И, соответственно, если трудовой коллектив все сделал правильно, прошел через все необходимые процедуры, то забастовка будет признана законной и, соответственно, с ее помощью можно будет попытаться склонить работодателя к принятию условий коллектива при рассмотрении проекта коллективного договора или изменений, дополнений в коллективный договор. Такая степень разработанности встречается далеко не во всех трудовых законодательствах, даже в развитых странах. И зачастую вопрос о том, признается забастовка законной или нет, решается в суде. Забастовочное законодательство Российской Федерации переносит основную тяжесть принятия решения о начале трудового спора и объявлении забастовки с профсоюзной организацией на коллектив предприятий. То есть, профсоюз имеет право представлять коллектив, если он охватывает более половины сотрудников данного предприятия, либо заручился поддержкой более половины, например, получив доверенности на представление интересов коллективных переговоров. В этом случае могут быть открыты коллективные переговоры. И в случае, если эти переговоры заходят в тупик, то есть, работодатель отказывается исполнить требования работников, соответственно, открыть коллективный трудовой спор, пройдя через примирительные процедуры, прийти к моменту объявления забастовки. При этом принятие решения о забастовке также является прерогативой коллектива, а не профсоюзной организации. Для того, чтобы начать забастовку, за нее должны проголосовать либо половина работников данного предприятия, либо две трети на конференции работников данного предприятия. Таким образом, сама профорганизация не может от своего лица объявить забастовку, согласно российскому законодательству. И, соответственно, мы видим, что в случае России носителями права на забастовку является, по сути дела, не индивидуальный работник, а является именно трудовой коллектив. Это имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Минусы очевидны. Каждый индивидуальный работник в отдельности не может воспользоваться правом на забастовку, не может воспользоваться небольшая группа работников. То есть, объявление о забастовке представляется сравнительно сложным делом. В ряде стран носителями права на забастовку являются индивидуальные работники. Но и в этом случае само это право реализуется в основном коллективно. В Италии, например, любое спонтанное объединение работников может объявить забастовку. В Ругвае право работников на забастовку может быть провозглашено и реализовано группой работников, независимо от того, составляют они, входят ли они в профсоюз или нет. В Венгрии не только профсоюзы, но и каждый индивидуальный работник имеет право на забастовку. Не важно, является ли он членом профсоюза или нет. Единственное исключение составляют в забастовке солидарности, которые должны быть организованы профсоюзами. Это так называемые стихийные забастовки. И во многих странах они запрещены. Например, в Германии запрещены стихийные забастовки. Право объявлять забастовку, которая будет признана законом, имеет только профсоюз. И то он должен доказать, что обладает способностью вести коллективные переговоры, то есть может достичь соглашения с работодателем, а для этого он должен обладать так называемые достаточно социальные силы. То есть, насколько я понимаю, должен представлять, опять-таки, представлять значительную часть работников, чтобы иметь право их представлять коллектив в целом. Но, несмотря на то, что стихийные забастовки в Германии запрещены, профсоюз может ретроспективно легитимизировать, то есть сделать законными стихийные забастовки, перехватив инициативу у группы, которая это организует. Здесь должны быть выполнены определенные условия, но, тем не менее, такая возможность есть. В Японии примерно такая же ситуация. Забастовка должна быть организована законным союзом, от которого требуется, помимо прочего, независимость от работодателя. Ну, надо сказать, что в российском законодательстве это также прослеживается, то есть профсоюз и, собственно говоря, в профсоюз не могут входить представители работодателя и в переговорную группу со стороны работников также не могут входить представители работодателя. В Турции законная забастовка может быть организована только профсоюзом, который является стороной коллективных переговоров. При этом профсоюз должен включать не менее 10% работников в данной отрасли и не менее половины работников в той организации, в которой проводятся переговоры по поводу заключения коллективного соглашения. В других странах решается этот вопрос по-другому. Например, в Ирландии забастовка может быть объявлена как объединениями работниками, не входящими в профсоюз, так и самими работниками. Но гарантии при этом распространяются только на работников, входящих в профсоюз и на членов руководителя профсоюза. В Финляндии забастовки также могут быть организованы как группой работников, так и профсоюзом, но если забастовка организована профсоюзом, то работники защищены от увольнения, даже в том случае, если забастовка будет признана незаконной. В Соединенных Штатах забастовка может быть инициирована как индивидуальными работниками, так и профсоюзом, но даже если в это время не проходят коллективные переговоры с работодателем. Согласованные действия работников также находятся под защитой закона, но, как правило, все-таки при остановке работы, вернее, остановка работы, то есть забастовка происходит именно в тех организациях, где эти переговоры проводятся. Так что мы видим, что в разных странах даже такой вопрос, как кто имеет право начать забастовку, решается по-разному. В Израиле, например, этот вопрос решается индивидуально в зависимости от ситуации на предприятии. Если на предприятии нет никакого профсоюза, то любая группа работников может начать переговоры и объявить забастовку. Если есть профсоюз, но нет коллективного договора, или если есть несколько профсоюзов, то забастовку имеет право объявить та профсоюзная организация, которая в состоянии заключить коллективный договор. А если профсоюз имеется действующий коллективный договор, то объявлять забастовку имеет право только тот профсоюз, который подписал действующее коллективное соглашение. Так что мы видим, что здесь нет какого-то единого рецепта в отношении объявления забастовки. И определенный интерес для нас представляет так, как этот вопрос решен в Чили. Например, в Чили профсоюз, представляющий работников данной компании, может объявить забастовку. Если там есть несколько профсоюзов, они могут объединиться, так как это происходит, собственно говоря, у нас. То есть, по российскому законодательству, два профсоюза, которые есть на предприятии, могут создать единый представительный орган и выступать совместно в коллективных в переговорах и, соответственно, решать вопрос об объявлении забастовки. Но, вместе с тем, согласно законодательству Чили, профсоюзы, которые участвуют в переговорах, не обладают какими-то привилегиями и, в принципе, любая группа работников, объединившись, также может подключиться к этим переговорам, соответственно, наравне с действующими профсоюзами. Считается, что это ведет к риску атомизации коллектива и общему ослаблению переговорных позиций, а также затрудняет объединение работников профсоюза. У нас такая проблема по сути дела не стоит, потому что для того, чтобы объявить забастовку, коллектив предприятия по сути дела должен быть един. Другого способа объявить забастовку нет. Не может у нас отдельная группа работников не начать коллективные переговоры, если она не обладает полномочиями, не заручилась поддержкой более половины сотрудников предприятия, и также не может решить вопрос об объявлении забастовки. Есть еще один аспект объявления забастовки. В ряде стран, в том числе и в России, забастовка может быть объявлена либо отраслевым профсоюзом, либо даже объединением профсоюзов. Но, тем не менее, допустим, если в Словении забастовка может быть начата по решению отраслевых профсоюзов или федерации профсоюзов, то, например, в России и в Колумбии объявление забастовки на данном конкретном предприятии, все-таки решение о начале забастовки является прерогатива трудового коллектива. Единственное отличие в том, что если забастовку объявил отраслевой профсоюз, то нет необходимости проходить все процедуры по ее оформлению на предприятие непосредственно, но необходимо провести голосование и заручиться поддержкой опять-таки более половины коллектива. Соответственно, какие еще аспекты трудового законодательства? Понятно, что в России, как и во многих странах, существуют ограничения на проведение забастовки в тех отраслях, которые связаны с жизнеобеспечением. Это коммунальные службы, это скорая помощь, это больницы, это силовые структуры, запрещены они также на железнодорожном транспорте, чего нет во многих странах, и в авиации. Отсутствие забастовок в авиации и на железнодорожном транспорте то, что отличает нас, допустим, от Германии или от Великобритании, где такие забастовки не являются редкостью, и, в общем-то, граждане даже к ним в какой-то степени привыкли. Мы прекрасно знаем пример Люганзе, работники, которые бастуют регулярно, ежегодно, требуя повышения и без того немаленькой зарплаты. В России такие действия невозможны, поэтому здесь приходится действовать другими методами, которых рассказывал председатель Федерации Просоветов России Ковалев. Об этом вы тоже прекрасно знаете и многократно рассказывал, в том числе и в этих стенах. Что может быть использовано, например, так называемая работа по правилам, которая в нашей стране не является забастовкой, не запрещена законодательной, не требует специального оформления. Надо сказать, что это встречается не везде. В Испании, например, все формы коллективных действий, кроме забастовки, являются незаконными. В США коллективные действия, такие как замедление работы и работа по правилам, не защищены законом, но и не признаются незаконными. В Венгрии эти формы забастовки не регулируются, не запрещены. В Уругвая эти действия рассматриваются как атипичные забастовки и полностью законны. Например, в Колумбии такие действия работников, как итальянская забастовка или работа по правилам, подпадают под действие индивидуального трудового права, то есть это нарушение индивидуального контракта и соответственно могут быть причины увольнения работника. В Италии, которая является родиной итальянской забастовки, итальянская забастовка не защищена правом на забастовку, но подпадает под контрактное право и может рассматриваться как нарушение контракта с работодателем и также как проявление нелояльности к работодателю со стороны индивидуального работника и соответственно быть причиной для каких-то дисциплинарных взысканий или увольнений. В России в отличие от ряда индустриально развитых стран запрещен локаут, то есть увольнение бастующих в связи с забастовкой. Надо сказать, что запрет локаута не избавляет полностью участников забастовки от преследования в последующем. Здесь конечно с законодательной точки зрения работники защищены, но механизмы эти прописаны недостаточно хорошо, что может быть причиной и является причиной того, что все-таки участники и прежде всего организаторы забастовки подвергаются преследованию со стороны работодателя. Но вместе с тем во многих развитых индустриальных странах например локаут является вполне законным. Например в США, Канаде, Германии и скандинавских странах. То есть работодатель имеет право закрыть предприятие в случае забастовки и уволить всех сотрудников. Есть определенные ограничения на увольнение части сотрудников в ряде стран. То есть нельзя уволить только участников забастовки, но вполне можно закрыть предприятие, всех уволить, а потом открыть и набрать заново. Естественно те, кто участвовал в забастовке обратно на предприятие не попадут. В странах Южной Европы, Италии, Португалии, Греции идея равноправия сторон в трудовых отношениях отвергается. Признаются, что работники экономически слабее, работодатели менее влиятельны в переговорах. Соответственно в этих странах работники имеют право на забастовку, а работодатели права на локаут не имеют. То есть в этом плане у нас более прогрессивное законодательство в отношении работников, более защищающих работников по сравнению с индустриально развитыми европейскими странами. В России работники не участвующие в забастовке, но не могут продолжать работу в связи с нарушениями технологической цепочки из-за забастовки выводятся в простой. Для этого они должны написать заявление о том, что они не могут продолжать работу. При этом у них сохраняется средний заработок. Единственный вопрос, который не прописан в законодательстве, это каким образом должен исчисляться этот средний заработок. Если рассматривать эту ситуацию как простой по независим от обеих сторон, то есть от работника и работодателя причинам, то начисление должно проводиться по среднему окладу, исходя из оклада. Если простой вызван действиями работодателя, то есть простой по вине работодателя, тогда им должен выплачиваться средний заработок, включая не только оклад, но и все надбавки и так далее. Вопрос этот решается каждый раз индивидуально, но вот здесь есть как раз резерв для изменения, есть то, куда надо двигаться для обеспечения большей защиты работников. Большей защиты работников. В ряде стран этот вопрос решен по-другому, то есть работники, не участвующие в забастовке, допустим, в Германии должны доказать, что они не получат каких-либо преимуществ, если цели забастовки будут достигнуты. В этом случае им будет выплачиваться заработная плата. Если они что-то выиграют от забастовки, даже несмотря на то, что в ней они не участвуют, они заработную плату получать не будут. Особенности российского забастовочного законодательства позволяют обеспечить профсоюзу мощную опору на коллектив, а коллективу создавать свой постоянно действующий представительный орган забастовочный комитет. Забастовочные комитеты могут соответственно координировать свою работу в рамках населенного пункта в городе через городские объединения рабочих, а в рамках всей страны через российский комитет рабочих. Что касается изменения забастовочного законодательства, то надо понимать, что законодательство индустриально развитых стран формировалось не само по себе, а в ответ на стихийную забастовочную борьбу трудящихся. И не является милостью страны правящего класса буржуазии. Это попытка ввести в систему те выступления, ту борьбу рабочих, которая ведется ими за свои интересы для того, чтобы избежать значительного экономического ущерба и перерастания этой борьбы в борьбу политическую. Российское забастовочное законодательство также сформировалось в результате борьбы, классовой борьбы между российским рабочим классом и зарождающейся и потом уже ставшей российской буржуазией, каждый преследовал свои интересы, в том числе это отразилось в борьбе за проект трудового кодекса. Поэтому дальнейшее изменение забастовочного законодательства в направлении его либерализации, то есть облегчение забастовочной борьбы возможно только в результате борьбы коллективов за свои интересы, в том числе и с применением забастовок и других форм коллективных действий. В программе Федерации профсоюзов в России задачи коллективных действий есть два пункта, касающихся непосредственно изменения забастовочного законодательства. Наделение каждого профсоюза правом на заключение коллективного договора в интересах своих членов и осуществление права профсоюза на ведение коллективных трудовых споров профсоюзов И забастовочного движения, поскольку вновь создаваемые активные профсоюзы, которые не охватывают половину и более сотрудников предприятия, сразу получат возможность вести борьбу за интересы своих членов, а профсоюзные активисты получат гарантии защиты своей деятельности и защиту от преследований со стороны работодателя. Так как по российскому законодательству увольнение работников во время забастовки невозможно. Ну, не говоришь о том, что по закону нельзя преследовать за участие в забастовке, но, тем не менее, пока это, естественно, не выполняется. Кроме того, появится возможность со стороны праворганизации, отхватывающей ключевую группу работников предприятия в случае забастовки, останавливать работу всего предприятия, чтобы повысить эффективность забастовки как основного инструмента борьбы работников за свой интерес. В долгосрочные же перспективы такие изменения, как мы видим на примере трудового законодательства Чили, могут привести к раскалыванию коллектива и препятствовать созданию единственного, единого представительства коллектива в Советах. Что касается забастовок Солидарности, то во многих странах они разрешены, и, в общем-то, эти забастовки достаточно эффективны. Основания со стороны работодателей есть препятствуют любым забастовкам, но, тем не менее, проведение забастовок Солидарности не угрожает основам конституционного строя, и поэтому, конечно, профсоюзы должны добиваться разрешения на проведение забастовок Солидарности. Но проведение забастовок Солидарности может стать возможным только в том случае, если понятие забастовка будет отвязано от своей цели, указанной в Конституции Российской Федерации и Трудовом кодексе Российской Федерации, разрешения коллективного трудового спора. Понятно, что забастовка Солидарности связана с разрешением трудового спора не в своем коллективе, а в том коллективе, в пользу которого проводится забастовка Солидарности. Поэтому здесь должны быть внесены соответствующие изменения, так как все забастовки у нас направлены на разрешение коллективного трудового спора, то, возможно, здесь необходимо добавить пункт о том, что нет ограничений, где проводится этот коллективный трудовой спор. В своем коллективе, либо в коллективе, с которым мы выражаем свою солидарность. Надо сказать, что законодательства Рады стран не запрещают забастовки, в том числе направленные на изменения решений правительства, ухудшающих положение трудящихся. В России перспективы внесения подобных изменений в основной закон и Трудовой кодекс РФ представляются весьма туманными. Очевидно, что борьба с решениями правительства, ухудшающими положение работников, должна вестись в настоящее время трудовыми коллективами через принятие локальных нормативных актов на своих предприятиях, включение в коллективные договора положений, улучшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством. Так, например, в ответ на увеличение пенсионного возраста необходимо вести борьбу за введение 6-часового рабочего дня при 30-часовой рабочей неделе без понижения заработка и увеличение времени оплачиваемых отпусков, что позволит снизить общую трудовую нагрузку в часах и, соответственно, за улучшение условий труда, что позволит нивелировать вред здоровью, который возник в связи с увеличивающейся продолжительностью трудовой жизни. Рабочий класс России должен использовать в борьбе за свои интересы сильные стороны российского трудового законодательства, как то возможность приостановки работы в связи с невыплатой заработной платы, возможность проведения работы по правилам, отказа работы на неисправной технике, отказа от работы при возникновении условий, угрожающих жизни и здоровью работников, запрещение локаута, сохранение заработной платы работникам, не принимающим участия в забастовке. Необходимо также шире использовать предоставленное законом право, часть 8 ст. 401 ТК РФ, проводить в устанавливаемом федеральном законном порядке собрания, митинги, демонстрации, пикетирования в поддержку своих требований в период рассмотрения коллективного трудового спора, включая период организации и проведения забастовки. А отраслевым профсоюзам и профобъединениям необходимо шире использовать право на объявление забастовки, например, в связи с невыполнением работодателями отраслевых соглашений, что позволит включиться в борьбу многим трудовым коллективам без прохождения всех этапов коллективного трудового спора. Российское трудовое законодательство, несмотря на все ограничения, связанные с организацией и проведением забастовки, тем не менее предоставляет возможность работникам проводить забастовки. Рассчитывать на стихийный подъем рабочего движения в России не приходится. Поэтому необходима активная работа со стороны партии рабочего класса для активизации борьбы работников за экономические интересы непосредственно на предприятиях через своих членов и сторонников. Необходимо инициировать, организовывать и вести такую работу на крупных промышленных предприятиях, поскольку очевидно, что имеющиеся профсоюзные организации с задачами поведения экономической борьбы на предприятиях не справились и пока перспектив того, что они будут справляться с этим самостоятельно, не просматривается. Крайне необходимы позитивные примеры успешных забастовок на крупных промышленных предприятиях, которых мы давно не видели. Ухудшение положения работников в период экономического кризиса, санкций, гиперинфляции и дополнительных расходов государства, стремление работодателей переложить растущие издержки на плечи работников будет подталкивать работников к борьбе за свои интересы. В то же время сокращение занятости и закрытия предприятий в связи с разрывом технологических цепочек, уходом из России ряда иностранных компаний, сокращением спроса, притоком иностранной рабочей силы создает неблагоприятные условия для такой борьбы. В этих условиях как никогда важна роль партии рабочего класса, его авангарда, возглавляющей борьбу трудящихся за свои текущие и коренные интересы. Благодарю за внимание. Вопросы поступили. Прогрессивная или реакционная забастовка с требованием повышения заработной платы в условиях социализма. Значит, здесь я думаю, что мы не можем вот этот вопрос оторвать от конкретных условий. Что произошло на данном предприятии, что спровоцировало данную забастовку, требование повышения заработной платы. Если, скажем так, на предприятии изменились расценки, изменились нормы, и в связи с этим работники в большинстве своем не смогли получать прежнюю зарплату, то есть у них понизилась заработная плата, при том, что трудовая нагрузка осталась прежней, повышение заработной платы будет являться прогрессивным. Если работники проявляют такой коллективный эгоизм в условиях социализма и требуют повышения заработной платы, что называется, на пустом месте, конечно, такое требование будет реакционным. Как меняется Трудовой кодекс Российской Федерации в плане облегчения процедур по организации и проведению забастовок? Никак он не меняется. Он остается прежним, собственно говоря, потому что работодатели и государство работодателей все устраивает. С одной стороны, количество зарегистрированных забастовок минимальное, что говорит о том, что механизмы торможения забастовочной активности работают эффективно. С другой стороны, нет значительного подъема стихийных действий, действий нерегламентированных. Они, конечно, возникают, но чаще возникают либо в связи с мигрантами, либо там, где какие-то вопиющие действительно произошли нарушения в сочетании с унижением человеческого достоинства на работе, будем говорить так. Там происходят эксцессы, но опять-таки, это эксцессы, соответственно, пока мы наблюдаем определенный баланс между борьбой работников и тем, как это регулирует работодатель. Поэтому никаких подвижек, собственно говоря, долгие годы в отношении процедур проведения забастовки не наблюдается. Какие поправки в ТК РФ предложил Фонд Рабочей Академии? Но прежде всего, как вы знаете, самое главное требование, которое выдвинул Фонд Рабочей Академии, это сокращение рабочего дня до 6 часов, рабочей недели до 30 часов с сохранением или повышением заработной платы. Мы считаем это требование ключевым, потому что оно не только уменьшает трудовую нагрузку, но и прежде всего освобождает для работников время для проведения, в том числе, профсоюзной работы, профсоюзной борьбы и будет способствовать активизации борьбы работников за свои интересы. Как писал Карл Маркс, в сокращении рабочего дня есть предварительные условия освобождения рабочего класса. Приведите примеры забастовок с политическими требованиями в странах Европы. Политическими забастовками можно считать выступления тех же самым желтым жилетом во Франции, допустим. Когда в ответ на повышение цен, которые идут централизованно, проходят эти выступления. Например. Надо сказать, что политические забастовки запрещены во всех странах мира практически. Поэтому и примеров, собственно говоря, мы видим не так много. Ну вот сейчас, например, действия работников портов греческих, которые препятствуют отгрузке военной техники для отправки на Украину. Это вполне политические действия рабочего класса Греции, направленные против политики и правительств, которые следуют в русле политики НАТО. В Италии тоже. Ну да. Что такое политическое требование? Политическое требование – это то, что направлено не против конкретного работодателя, а направлено против действий правительства. Каким образом лучше всего реформировать ТКРФ в сторону улучшения положения работников? Ну, об этом я уже отчасти сказал. Прежде всего, это сокращение рабочего времени. Второе – это, конечно, повышение заработной платы и изменение методики расчета минимальной заработной платы. Это увеличение времени оплачиваемых отпусков, это изменение процедуры специальной оценки условий труда, что позволит действительно оценивать условия труда объективно и улучшать их не на бумаге, а проводить реальные улучшения. Ну, если брать ТКРФ, он достаточно большой, и, в общем-то, рассмотрение тех улучшений, которые необходимо в него внести, может занять целую отдельную лекцию. Я думаю, что, может быть, в будущем можно будет посвятить целое занятие тем аспектам, которые необходимо улучшить в Трудовом кодексе. Надо сказать, что Трудовой кодекс Российской Федерации, который мы сейчас имеем, в него заложен принцип соревновательности с ТОРОМ, так называемый. То есть, государство заложило в этом кодексе возможность улучшения положения работников по сравнению с действующим законодательством за счет своих активных коллективных действий. Собственно говоря, мы, в том числе и Фонд Рабочей Академии, своей деятельностью стараемся пробудить в работниках понимание того, что только собственными действиями, проведением коллективных действий в своих коллективах возможно улучшить свое положение. Если такие позитивные изменения будут внесены во многие локальные нормативные акты, будут приняты прогрессивные коллективные договора на крупнейших предприятиях, законодателю не останется ничего большего, как закрепить вот эти положения в законе. Но только борьбой рабочий класс добивался улучшения своего положения, и я думаю, что эта ситуация не изменится еще долгие годы, в том числе и при социализме. Когда говорится о решении о запастовке трудовым коллективом или его конференции, в состав трудового коллектива включается административный аппарат. Представители администрации не входят, они являются представителями работодателя. Но они члены трудового коллектива? Нет. Здесь есть две стороны в коллективном трудовом споре. Это, соответственно, есть работники и есть администрация предприятия. Это противоположная сторона, они туда не включаются. Спасибо. Не садитесь. Заключительное слово. Товарищи, тема, которую я сегодня затронул, достаточно обширная. И в рамках короткой лекции мне удалось осветить, пожалуй, только несколько аспектов, касающихся сравнительного анализа российского трудового законодательства по отношению к законодательству других стран. Безусловно, каждый из аспектов, касающихся, например, гарантий участникам забастовки, касающихся последствий незаконных забастовок, касающихся материальной ответственности работников, участвующих в забастовке или непосредственно профсоюзов, все это, конечно, требует своего дополнительного освещения и в рамках одной короткой лекции это сделать невозможно. Я думаю, что эта тема должна представлять интерес для работников и к ней мы будем возвращаться, потому что, безусловно, зачастую мы слышим, что российское трудовое законодательство настолько плохо, что никакой возможности объявить и провести забастовку нет. Но, как вы видите, наше трудовое законодательство не является самым худшим, самым, так сказать, респективным. И, кроме того, предоставляет определенные преимущества именно для трудовых коллективов, позволяя сплачивать коллектив, позволяя проводить действительно коллективные действия. И, если мы думаем о перспективе, а мы, как коммунисты, не можем не думать о коренных интересах рабочего класса, то, конечно, здесь мы должны использовать те возможности, которые предоставляет российское трудовое законодательство для сплачивания коллективов, для того, чтобы коллективы в борьбе с индивидуальным капиталистом закалились и смогли дать бой классу капиталистов в целом. Спасибо вам. Ну что, встречаемся мы в следующий четверг. Тема занятий «Диалектика позитивного и негативного в общественных движениях». Читает лекцию кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Юрков. До встречи в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok